Привет всем друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир и Пол Стэнли. И тематическая игра под эту музыку. Итак, давайте посмотрим Super K.O. Boxing. Вторая часть. Когда запускаете игрушку, отключаете интернет. В данный момент он не отключен. Итак, посмотрим, что представляет из себя игрушка. А это, мои дорогие друзья, зубодробительный симулятор бокса. Заходим в настройки, смотрим, что можно сделать. Отключить-включить звук, вибрацию, поменять управление. По умолчанию у нас есть два дипада. Слева и справа. Движения и удары. Также суперудары и блок. На выбор предоставляется 4 различных типа управления, где мы можем включать и сенсорные удары по врагам, и движения пальцем для осуществления движения игроком, и прочее. В общем, каждый найдет что-то под себя. Я буду играть на классических дипадах, так как он у меня Xbox, я очень к этому привык. Следующий параметр. Ресет-гейм. То есть, тупо обнулить все настройки, все достижения, и таким образом сделать игру, как будто бы вы только что ее установили. Как я уже сказал, я отключил интернет, поэтому здесь нету надеядливой рекламы, и игрушка не подключается в социальную сеть OpenFade. Кто не в курсе, это социальная сеть специально для Android геймеров. Итак, что еще? Можно зайти в вопрос, help, и здесь можно посмотреть различные удары, различные обучения комбинациям, и прочее, прочее, прочее. В общем, посмотрим про Super K.O. Игрушка новая относительно, я уже играл в нее полтора года как-то назад, но я не удивлюсь, если ей намного больше лет. Во всяком случае, я не знал, что она работает на нашем девайсе во весь экран, поэтому обзора для нее не было. Но тут как-то руки дошли, я решил поставить и посмотреть, все работает супер. Что еще есть? Достижения. Достижений не так много, как хотелось бы. Всего два экрана. Но есть одно но. Достижения интересные, получаете их по мере прохождения, то есть вы стоите в чистую раунд, не завалить там на первом раунде врага и прочее, прочее, прочее. Далее. Есть игра стандартная, то есть Play Game, и здесь три режима. То есть обычные соревнования, Versus Mode для тех, кто играет в Mortal Kombat вдвоем, это и так понятно, и Challenge это соревнования. По умолчанию они закрыты, открываются после того, как мы пройдем первый этап соревнований. Об этом позже. Что еще есть? И Exhibition. Значит, это своеобразное соревнование с супер-боссами, то есть Baby Face, здоровый мужик с супер-стальными кулаками и детским лицом. Значит, Fifteen Pants, это чувак-пародия на 50 центах, худой афроамериканец, который надерет вам вашу попу, и, значит, пришелец, у которого вообще четыре руки. Итак, давайте посмотрим, как из себя вообще, что из себя представляет игрушка, как это все выглядит. Значит, во-первых, сразу поговорим об управлении. Управление просто идеально. Вот у нас первый раунд. Игрушка работает супер-гладко, то есть можно при желании разогнать процессор до 600 МГц, я играю сейчас на стандартных 480, и никаких тормозов у меня нет. Итак, включаем звук погромче. Итак, первый босс, если я не ошибаюсь, это, да, это чувак, который любит попить пиво, а вот этот клевый чувак, K.O. Kit, то есть K.O. Парниша, это мы, раунд номер один. Вступительный ролик, он есть у каждого врага, то есть что-то как-то так, показать, что он из себя представляет. Но, в общем, этот мешок мы побьем достаточно быстро. Итак, бокс. Так, и ставим на паузу игрушку. Итак, опять-таки загрузка с интерната реклама. Движение, значит, влево-вправо, то есть у вороты, блок, удар, нижний удар, верхний и суперудар. Больше ничего в игре нет. Мои жизни, его жизни и время раунда. Итак, погнали. Итак, значит, что? Я дезориентировал своего противника, сейчас у него башка крутится, он малек в нокауте. Давайте посмотрим. И все, я завалил чувака. Значит, точно так же могут завалить и нас. Пожалуйста, я получил первое достижение, я побил врага, во-первых, суперударом. Раз. Я ударил таким образом, что я забил его во время, как правильно сказать, сотрясения. И кроме всего прочего, у меня была такая хорошая серия ударов, что он даже не встал. То есть не было такого там 9, 8, 7, 6. Итак, я заработал достижения, и благодаря своим хорошим результатам я получил достижения. Можно их просмотреть. Раз, два, три. Так, это значит, я получил... За каждое достижение мы что-то получаем. То есть я получил наброски игры. Графические, то есть, как рисовали нашего главного героя. Так, и нашего врага, которого мы побили. Значит, вначале мы хотели сделать полицейскую каску. Ну, полицейскую кепку. Так, и мне, значит, что... Да, уже доступны эти враги, чтобы с ними можно было подраться. Значит, завалить их очень сложно, но, в общем, нет предела совершенства, поэтому качайтесь, играйте, смотрите, может быть, у вас всё получится. В игрушку я играл до этого на своём смартфоне. То есть она прекрасно поддерживает и обычные телефоны. Итак, смотрим, что это за ребёнок. Я уже не помню. Играла давно. Есть юмор у них. Как вам такой ребёнок? Завалит он у нас быстро, поэтому можно немножко попытаться. Значит, надо трясти... У нас сделали захват, необходимо трясти девайс. То есть здесь используется G-сенсор. Итак, давайте. Так, это я задеваю своей рукой толстенной. Попытаемся потрясти поаккуратнее. Так, вот мы выбрались из-за его сильных рук. В общем, мои удары наносим ему просто мизерные повреждения, в то время как он уже снёс у меня половины Хэлла. Ну, в общем, как я уже говорил, это геморрой драться с такими боссами, поэтому мы выходим. И я вам продолжаю показывать соревнования. Вот, гейм овер, то есть мы сдались, наш главный герой идёт назад. Давайте. Значит, режим Версус. Здесь можно выбирать просто с кем бороться, кто доступен. Ну, доступен нам Big Gip. То есть большой кто-то там. Я не знаю, что значит слово Gip. Так, ладно. И продолжим, значит, турнир. Будем зарабатывать пояс чемпиона. Можно начать новый, можно продолжить старый. Итак. Смотрим. Также иногда нас валят в нокаут. Вот необходимо ловить птички. То есть у нас будут над головой летать птички. Необходимо тапать на экран, когда птички сойдутся в один рисунок. Тогда у нас будет больше шансов выстоять с врагом. Эль Матадор. Смотрим, как с ним даться. Но он уже такой более дерзкий противник. Он очень хорошо двигается, выращивается. Но опять-таки, первый бой за титул чемпиона он очень пройдёт быстро, очень легко. Главное просто делать блокировку правильно, вовремя. Ну, звук, говорю, приятный. Можно включить вибрацию, то есть очень всё здорово. Удары вы тоже будете ощущать. Значит, обратите внимание, я не думаю, что это нокаут. Да. Вот в такие моменты, когда у нас будет точно такой же нокаут, необходимо будет тапать, когда будут эти цифры. И когда мы будем на них тапать, у нас будут увеличиваться жизни, и фора у нас будет также увеличиваться. Как вы видите, он забил себе жизнь уже на одну четвёртую. Я сделал супердар и кей-оу. Ништяк. Я снова победил нашего врага. Такие вот мы молодцы. Получили мы какие-то достижения. Вроде что-то было. Так, да, я получил... Я разблокировал персонажа Эл Були для режима Версус. Ну, просто бои, соревнования друг с другом. Итак, до победного. Так мы будем играть, играть, играть. Игрушка очень интересная. Расстраиваюсь, что нет сетевого режима. Но это однозначная убивалка времени. Но не таймкиллер, а именно убивалка времени, которая затянет вас на несколько дней. Но игра пройдёт достаточно быстро, уверяю вас. Так, Электор-чувак. Враги здесь очень колоритные, очень интересные. В общем, достойная игрушка, очень достойная игрушка. Так же, как вы видите, меняется арена. Здесь различные электрические импульсы он выпускает. вот сверху его там подзаряжает что-то. Графика. Ну, графика прекрасная. Оно нарисовано. Кто-то, может быть, не полюбит такую графику. Я нахожу ее очень даже интересно. То есть, мне нравится всё. Так же, ну, геймплей. Однозначно пятёрка. Итак, смотрим, насколько его хватит. У этого перед глазами батарейки. Ну, как вы видите, что очень серьёзно подошли к дизайну. Вроде так, вроде игрушка бесплатная. Кстати, да, она бесплатная, доступна в маркете. Ссылка будет в описании к видео. Но, что следует отметить, хоть это и, скажем так, малая команда разработчиков, но это одни из первых проектов фирмы Глу. То есть, когда она только поднималась на пьедестал творцов андроид игр, таких сильных, как Blood and Glory и прочее, она занималась созданием вот таких вот игрушек. И, как вы видите, уже с самого начала своего карьерного пути разработчика, они отличались определённым талантом. И неудивительно, что у них всё хорошо. Поэтому я желаю вам от чистого сердца удачи. Потому что такие игрушки, такие игрушки обязательно должны быть в сети. И что радует, что в отличие от Blood and Glory или, допустим, игрушки Exorcism, тоже под авторством Глу, в этой игрушке нет микроменеджмента. То есть, здесь с нас никто деньги реально требовать не будет. Здесь мы играем бесплатно, чисто ради обычного фана. Кстати, большинство команд разработчиков именно таким образом и поступают в самом начале своего творческого пути. Как вы видите, я уже не так быстро справился с этим врагом, потому что сейчас увеличивается сложность игры. То есть, они более сильные. Уже он, как вы видите, тоже пытается меня как-то замахнуться, как-то завалить. Но всё это ерунда. Как я уже сказал, первый пояс вы пройдёте без каких-либо сложностей. На втором уже появляются чуваки покруче, посильнее. И там уже, в принципе, там уже, да, будет очень, так сказать, не то, чтобы трудно, но напряжённо. Итак, мы снова победили, и вот наш первый пояс. Всё. Тихоньки-хахоньки закончились. Появляются уже серьёзные соперники. Также у нас соревнования открылся, режим. Так, и что-то я... А вот это я не знаю, что я открыл. Надо будет посмотреть в достижениях. Всё, полностью прошли первый круг, первый пояс. Вот открылся другой. Так. Давайте посмотрим, какое получило достижение. И какие у нас соревнования. Так, ну, ребёнок-малыш это было. Так, достижение. И что тут? Утёнок какой-то интересно. А, ну, это тот первый бой с ребёнком встретился. Так, и это... Это наш толстячок в трусиках. Или шортах. Ну, в общем, забавно. Так, и ещё что-то. Ну, очередные зарисовки нашего главного героя. Неплохо. Ладно, оно всё-таки, хоть это ничего и не даёт, но, однако, приятно получать достижения. У кого... Кто играл в Xbox Live, тот меня поймёт, что любое маломайское достижение, хоть и в 5 геймер-поинцев, очень приятно. Так, также вот соревновательный режим. С кем-то из них можно сразиться. Ну, давайте я вам покажу второй пояс и на этом мы закруглимся. А то я с этой игрушкой буду сидеть до самого конца, пока не пройду её всю. А это займёт, ребята, ну, такое приличное время. Так, опять я не туда кликнул. Кстати, походу, я думаю, вы видите, что мультитач работает просто прекрасно, потому что никаких не было ещё косяков с управлением. Всё, куда я жму, действует исправно. Так, ну и радует, что нас ещё не ударили в нокаут. Так что сейчас я вам предоставлю возможность увидеть, каково это, когда главному герою, то есть нам набивают личика. Итак, кто у нас сейчас будет? 15 центов, 15 центов. Такая вот пародия на 50 цент. Ему пофигу. Ну и так. Всё, просто hands-free, смотрим, как он бьёт нас. Давай. Покажи, на что ты способен. Давай. А мне не больно. Я играю одной рукой. Это всё, что ты можешь. Бей меня, бей меня, давай. Не больно вспоминается ролик с Ютьюба, где накажи меня, сделай мне больно. Я спортсмен. Итак, я спортсмен. Значит, что? Мы выходим из нокаута. Что для этого нужно? Раз. Тап. Два. Удар. Это значит правильно. Три. Всё. И у нас восстановилось почти все жизни. Что интересно, на дальнейших, как дальнейшие враги, которые будут более сильные, они будут очень активно использовать эту возможность и тоже будут очень часто выходить из нокаута, поэтому раундов будет много. То есть, до двух, до трёх раундов. Но при этом есть ограничения. Если вы не победили в два-три раунда, я врать не буду там по-разному, то всё, после этого вы проигрываете. Итак, ну вы видите, что 15 цент он уворачивается, уже не такой глупый, как другие враги. Вот. Но если я его не завалю за определённое количество раундов, то, по моему косяк, я проиграл. На тебе. Сейчас мы посмотрим, как лихо он выйдет из моего нокаута. Так. У этого деньги. Промахнулся. Два. Ну, наверное, половина жизни у него восстановится. Ну, даже чуть больше половины. Так, значит... Рекомендуется очень быстрым хуком его валить слева направо, потому что вот у него такая ступенность уворачиваться. Да, действительно работает. Ну-ка. Да. Ну, то есть, во время прохождения нужно каждому врагу искать свой собственный подход. Да, действительно срабатывает. Надо быстро перемещаться влево-вправо для этого врага и бить его, когда он не ожидает этого. И да, удар у меня сходится. так, 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 так. Рекомендует сделать выпад у ворот и удар с этим врагом. Так, попробуем это провести комбинацию. Так, у ворот, удар, удар, нижний, верхний. Так, вот, гонг. Так, обменялись комплиментами, раунд номер два. Продолжаем. Но не мы. Итак, вот такая вот игрушка. Доступна она в маркете. Она бесплатная. Ссылка на нее будет в описании к видео. С вами был Владимир. Пол Стэнли. Замечательная игрушка SuperK.O Boxing 2. Наш главный герой планшет Visonic Vipad 7. Разумеется, Android. И специальная группа ВКонтакте Visonic Vipad 7. Подписывайтесь, комментируйте, вступайте в нашу группу. Ссылка будет тоже в описании к видео. А с вами был я, Владимир. До скорых встреч. Прощаемся.